МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты отмечают ярко выраженный социальный характер послания. Мне понравилось, что идут инвестиции. Мне понравилось, что на сегодняшний день идет большое строительство. Они заботятся о малоимущих. Очень много-много-много. Я выбрал так, как социальный комитет. Мне важны вот эти социальные аспекты в речи губернатора. Например, такие, как строительство нового жилья. К 2020 году необходимо увеличить общий объем ввода жилья до 1 миллиона 250 тысяч квадратных метров. Объем ввода жилья экономического класса до 1 миллиона квадратных метров. Напомню, что за последние пять лет в области построено 2 миллиона квадратных метров жилья, что на четверть больше, чем предыдущие пять лет. Поэтому те показатели, которые мы планируем до 2020 года, являются по-настоящему амбициозными, но достижимыми. Также, по мнению областных законодателей, в послании четко прослеживается забота о здоровье жителей Кировской области, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на демографической ситуации на Вятской земле. Мне лично понравилось, что Никита Юрьевич очень подробно и предметно остановился на вопросах демографии. Продолжение политики снижения роста смертности населения, повышения рождаемости, повышения вообще общей культуры. Не только вот такие чисто технические, как средства, родильных домов, фабов и прочее, а именно, что без развития культуры, без преодоления психологии руководителей организаций, руководителей членов правительства, муниципалитетов, эти задачи нам просто не решить. Просто не решить. Нужна общая общенародная поддержка, тогда будет все нормально. Тем более, уже сейчас, опираясь на данные, приведенные Никитой Белых в своем послании, есть от чего оттолкнуться. Что касается показателей снижения смертности в регионе, то уже сейчас в регионе достигнуты одни из самых лучших показателей по снижению младенческой смертности в Российской Федерации. По итогам 2013 года, естественная убыль населения снизилась на 11,5%. Ожидаемая продолжительность жизни выросла от 69,8 до 70,3 лет. Миграция сократилась на 3,6%. Смертность детей на первом году жизни за 2013 год снизилась на 21% и составила 5,6 на 1 тысячу живорожденных, что является одним из лучших показателей в нашей стране. На дальнейшее развитие системы регионального здравоохранения у правительства области амбициозные планы, которые включают в себя повсеместное строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности, межрайонного роддома, оснащенных самым современным оборудованием и укомплектованных высококвалифицированными кадрами. Буквально вчера в Кирово-Чемпецком районе был открыт первый новый фельдшерско-акушерский пункт. Всего до конца 2015 года их будет построено 65 в 29 районах области, а также 7 офисов врачей общей практики. По программе модернизации здравоохранения в минувшие годы уже было отремонтировано 80 фельдшерско-акушерских пунктов и 95 отделений врачей общей практики. Новые объекты будут построены там, где ФАПы и офисы врачей общей практики находятся в ветхих зданиях. Таким образом, благодаря этой программе мы сможем в небольших деревнях и селах создать все необходимые условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Безусловно, улучшение материально-технического состояния требуют и большие медицинские объекты, где оказывается уже специализированная помощь большому количеству граждан. Не было обделено вниманием и образование, как среднее, среднепрофессиональное, так и высшее профессиональное образование. Для развития и укрепления потенциала системы профессиональной подготовки и среднепрофессионального образования на территории области планируется создать сеть образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднепрофессионального образования, построенную с учетом удовлетворения региональной потребности квалифицированных работников. Но хватит ли для осуществления таких масштабных задач у области сил и прежде всего финансовых, переживают депутаты? Самый главный вопрос, откуда деньги? То есть ни слова не было сказано о доходной части наполнения бюджета. Это те масштабные, заявленные пожелания губернатора, как он хотел бы видеть нашу область. Мы тоже это все хотим, но надо соизмерять желаемость действительную. То есть фактически денег на те все направления, которые у нас звучат, фактически денег в бюджете области на следующие года точно не будет. Лишь бы нам остаться примерно на том же уровне. Если планируют набирать кредит и дойти до 100% кредитного плеча, то это одно, это надо было озвучить. Этого мы ничего не услышали. Ну, послание оптимистическое. Посмотрим. Другого мнения о послании временно исполняющего обязанности губернатора придерживается председатель комитета по бюджетам и налогам Владимир Бакин. Учитывая масштаб названных объектов, средства будут немалые. Поэтому надо определить сумму, раз. Второе, источники финансирования, это будет не обязательно областной бюджет. Это будут бюджеты всех уровней, раз. И внебюджетные средства, средства фонда. Губернатор сказал об инвестициях. Это значит средства и капитала. Поэтому, основываясь большая часть послания на развитии инфраструктуры бюджетной, сказано было и о базисе, о реальном секторе экономики, что правительство будет поддерживать промышленность, названные конкретные заводы, малый бизнес и сельское хозяйство. Согласно тенденции к росту бюджетной поддержки АПК России, заложенной в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 2013-2020 годы, ежегодная государственная поддержка и средств федерального бюджета для АПК Кировской области должна увеличиваться в среднем на 7% и составить к 2020 году более 2 млрд рублей или 166% к уровню 2014 года. Потому что агропромышленный комплекс Кировской области развивается сегодня опережающими темпами. Активно распахиваются заброшенные ранее земли, внедряются самые современные технологии в животноводстве и растеневодстве, повсеместно идут интеграционные процессы объединения сильных хозяйств с более слабыми. Но несмотря на это, проблем в сельской экономике и социальной сфере еще хватает. В послании четко прослеживается наше совместное работа с правительством области, с губернатором. Вместе с тем не могу не сказать и другого, что, к сожалению, мы в этом году значительно снижаем уровень пока финансовой поддержки. Будут эти 300 млн, которые мы очень бы хотели бы получить, но учитывая, что бюджет идет очень напряженно, поэтому думаю, что вопросы у нас, как говорится, появятся. Особенно, когда, например, работают вместе с правительством губернатора на бюджет 15-го года. А так, цели поставлены, правильные задачи там обозначены. Неожиданностей у нас, как говорится, в послании нет. Надо просто продолжать работать. Для улучшения экономической и социальной ситуации не только населенной, но и во всей области, по мнению депутатов, необходимо пристальное внимание уделить кровеносной системе любой экономики в любой стране. Конечно, волнует, в первую очередь, состояние наших дорог. Это очень важное направление, поскольку даже во многих районах сейчас не может развиваться бизнес из-за того, что практически нет дорог. Вот я даже могу вам пример привести. Ко мне звонит предприниматель. Он из Нагорска не может вывезти свою продукцию. Понимаете, отказывается даже водителям отъехать в том направлении, чтобы вывезти готовую продукцию. В целом депутатский корпус оценил послание как первоочередные задачи, которые необходимо будет решать всем миром. Задачи, поставленные Никитой Юрьевичем в послании, потребуют от нас всех практических действий по их выполнению. Убежден, что только совместной работой мы добьемся реализации намеченных целей на благо жителей Кировской области. Также на первой летней сессии депутаты определили день выборов губернатора Кировской области. В статье 7 закона области о выборах губернатора Кировской области установлено, что проведение выборов губернатора области в сроки, установленные федеральными законами, уставом и законом области, является обязательным. Выборы губернатора назначают законодательное собрание области. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Выборы губернатора назначены на 14 сентября этого года.